Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот вам инстаграм. Подписывайся, если еще это не сделал. Подписывайся на канал, ставь лайк этому выпуску и давайте начинать. Я сегодня вас приглашаю в Адлер, в Сириус, в Эмиритинку. Покажу вам пляжи, покажу, что сегодня творится. Это еще не майские. Добро пожаловать в лето, наконец-то в летнюю обстановку. Но я вот сам переоделся. Уже шорты, футболочка. Кто-то в тапочках, кто-то сегодня купается. Движуха полным ходом. Давайте начинать. Итак, мы сейчас с вами находимся на улице, забыл, как она называется, Цемлянская. Туда уходит. Туда уходит улица Таврическая. Здесь есть такой небольшой сквер, в котором, на мое удивление, сейчас очень спокойно и тихо. Ну и ладно, главное нам посмотреть, что сейчас творится на море. Мы пройдемся от пляжа Магеллан, посмотрим пляж отелей Арфа и уйдем до границы с Абхазией. Бархатные сезоны пляж Бридж. Видите, как тут спокойненько людей практически нет. Но там вы уже можете заметить движуха полным ходом. Пока же посмотрим изменения. Я уже говорил в каком-то выпуске, что Сочи готова принимать туристов будет с 1 мая. Здесь полноценно открывается сезон 1 мая. То есть большинство пляжей уже будут полностью готовы встречать туристов. То есть все пляжи будут функционировать. Попадаем с вами на набережную. Набережная Олимпийского парка. Он же Олимпийский пляж. И давайте сразу покажу вам, как здесь на Магеллане. Глядите, сколько людей. Вон люди купаются, дети купаются. В общем, все по возможности, кто приехал на эти выходные, точно будут купаться. Купающихся много. На набережной людей много. Кафе забито. Сейчас с вами пройдемся. Все-все будем смотреть. Ну а вы, конечно, пишите в комментах, как вам данная движуха. Вот, посмотрите, чела, вот зона людей просто немереная. Гляньте, вот мы спускаемся с вами на пляж. Посмотрите. Вода, конечно, мутноватая, но тех, кто приехал на выходные, конечно, это не испугает. Посмотрите, какой движ. Здесь, кстати, все, вот установили уже спасательную буточку. Да, вообще огонь. Гляньте, гляньте, гляньте. Да, все, движуха погнала. Еще и выходные президент объявил с 1 по 10 мая. А это значит, народу тут будет очень много. Ну, по крайней мере, в Меретинке 100% в Сочи будет забито. Отказы, как летом. Ну, посмотрим. Я обязательно покажу вам, как здесь дела. Люди загорают, купаются. Вода, напомню, 12 градусов. Она всю зиму стояла 11, а сейчас 12. То есть потеплело буквально на чуть-чуть. Мы, конечно, не стали профукивать такую солнечную, прекрасную погоду. Мы тоже примчали на пляж. Вон, кстати, мои сидят. Настенька, детишки играют. Соседи по пляжу наши, вот, два мужика, они тоже купались. Там пришла молодежь, сразу забежала, искупалась. Настенька, хеллоу. Хай, гайз, да, как говорится, детвора. Ребята, досмотрите этот выпуск обязательно до конца. В конце выпуска будет мощный такой сюрприз тем, кто досмотрит. Продолжаем. Так, ну что, видите, здесь уже привезли настилы, но люди их просто берут себе и стелят, и на них сидят. Ну, и правда, здорово, так и надо. Но с 1 мая, конечно, этой халявы уже не будет. Все будет платное. Но настилы будут лежать, как выполнять свою прямую, прямую обязанность. А лежачки уже будут платные. Здесь завезли очень много лежаков. Сейчас я вам покажу их, дойдем. Если их еще не расставили по пляжу. А, ну вон их даже видно. Сейчас посмотрим. Еще я вижу, как завезли песок. Он такой же. Ух ты, как круто, слушайте. Видите, работает техника. Завезли песок, как на... Господи, вылетел из головы. Как это? На Рейдис они сделают. Смотрите, они подстелили там уже покрытие, чтобы песок не уходил. Ух ты, как классно. Слушайте, ну вообще топчик. То есть это, походу, будет относиться к пляжу Бридж, наверное. Повесили флаг, которого не было. А завезли еще грязные гальки. Ужасно грязные. Посмотрите, какая она. Капец. Разровняли ее. Она нереально грязная. И вот из-за того, что она грязная, посмотрите. Там очень много народу. Здесь его мало. И там, посмотрите, какая толпа. Все потому, что здесь просто грязная галька. Она новая. Вот ее, видимо, приволокли сюда. Новый, видимо, пляж сделали, да, такой цивильный. Поставили будку спасательную. Еще какую-то будку новую. Покрасит в беленький и будет красота. И глядите, сколько песка завезли. Вот это крутяк. Вот работает трактор. Сейчас это все уравнивает. Слушайте, ну я, конечно, за песочек. За песочек, да. Потому что гальку в этом году они сюда привезли какую-то нереально стрёмную. По ней даже в кроссовках ходить невозможно. Кто приедет на майске, вы меня поймете, про что я говорю. Потому что ходишь, прям реально ноги ломаешь. А еще, когда натыкаешься на поломанную гальку, можно легко порезаться. Смотрите, что здесь еще сделали. Натянули вот эти, как они, буйки, да, такие специальные ленты. Здесь сделают, видимо, какую-то территорию. Возможно, это даже будет какой-то детский пляж. Видите, как здорово. Песочек, песочек. Ну, красота. Да, здесь это делают впервые. И я, скорее всего, первый блогер, кто здесь включил камеру, и показывают, что здесь будет песочный пляж. Здесь даже еще немножко не убрали последствия от сильной волны. Ну и ладно, зато делают песок. Так что вот вы сейчас впервые видите, как улучшают пляжи. Потому что из блогеров сочинских никто не показывает. А мы не сочинские блогеры, мы просто тут немножечко живем. Скоро уедем. И для вас стараемся показать, как здесь будет классно. Мы сейчас зимуем в Сочи. Но не об этом. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома, ну, в общем, недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму. Мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым это удивительное место, очень интересное. Но там есть и вопросы, и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд, авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. Слушайте, ну вот эта зона пляжная будет очень классно. Ладно, давайте двигаться дальше. Попадаем с вами на пляж Бридж. Тут, значит, сделали вот этот теневой навес. Не знаю. Конечно, было бы правильнее сюда, здесь сделать песок. Но это так, на мой сугубо личный взгляд. Но пока нет. Вообще здесь будут стоять лежаки. И за тенё, конечно, придётся заплатить. Хотя, вы знаете, солнце же будет так же светить. И получается, кто будет вот тут вот находиться, типа в теньке, то они будут как бы постоянно находиться на солнце. Здесь уже галька, которую привезли зимой и осенью. Она здесь уже помылась дождями. Вот видите, да, сравнение. Либо там прям реально грязь. Эти балки должны засыпать. И здесь ещё раз трактор пройдёт, всё, кутает. И будет просто по красоте кайфовенько. Концепция здесь пляжа будет отличаться от других пляжей, потому что здесь всякие вот эти настилы, видите, они будут коричневого цвета. Поставили уже лавочки, я вижу. Сейчас подойдём поближе. Посмотрим. Ну, шикарная погода. Сколько сегодня градусов? 18. Но на солнце припекает гораздо, конечно, больше. Кабинки установили, вот, душевые. Значит, в ближайшее время туда подведут воду. И всё, и можно уже даже принять дыш после купания в холодном море. Мы когда здесь жили на Красной Поляне, мы в конце апреля мы купались, и вода была уже достаточно комфортная. В мае были такие кубки клёвые. Но сейчас, ну, вообще, как бы, море очень холодное. Не знаю, почему, с чем это связано, но оно гораздо холоднее, чем было раньше. Вот такие вот навесы. Я, кстати, вижу, что, видите, установили фонари. Значит, в тёмное время здесь ещё будет всё подсвечиваться, и пляжик будет функционировать. Давайте я подойду к морю, покажу вам, как морюшко. Я надеюсь, в одних из следующих выпусков мы с вами тоже покупаемся. Просто сегодня ещё вода грязная. Я не хочу купаться в такой воде. Много медуз, они, причём медузы такие, уже видите, дохлые. От грязи, видимо, тоже захлебнулись, поперхнулись. Но люди не теряют время зря. Те, кто приехал на выходные, конечно, нужно обязательно позагорать, покупаться. А как же без этого? Я бы тоже так сделал. Но учитывая, что мы тут ещё будем, лето мы тоже проведём однозначно на море, только в более спокойных местах. Будем тоже вам всё показывать, где мы советовать вам. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Завезли катамараны. Пока их немного. Вот они стоят. Но, по крайней мере, они уже есть. Значит, скоро их начнут уже давать в прокат. Да, 1 мая тут осталось, это считанные дни. Сделали техническую зону. И даже уже привезли гидроцикл. Вот он стоит, да, можете заметить. Ребята здесь катались на вот этой штуковине. Скажите, как она называется правильно в комментариях, которая от напора воды взлетает. Ладно, нет, уже накатались, короче. В этом нет желающих. Так, мы с вами из пляжа Бридж попадаем на пляж Бархатные сезоны. Ой, какой это кайфовый пляж. Здесь всегда так много людей. Он очень широкий. Его не так сильно смывает волной в зиму. Видите, сколько кабинок уже поставили, переодевашек. Все обновили, как и обещали. Все покрасили. Подушечки, чтобы чилить с видом на такой безумный стиль. Посмотрите, какая сегодня красота у нас. Кстати, подушки пока по 200 рублей в час. Но потом, я думаю, в мае, я так думаю, что ценят подскотч. Но это не точно. Так. Видите, ребята, вон там трудятся, работают. Вот тут что-то установили. Не совсем понимаю, что это. Ну да ладно. Главное, что кляньте, сколько людей. Ай, все такие довольные. Слушайте, ну это очень круто. Приезжать сейчас. В них сезон. Ну потому что в июне, в июне, в июле здесь будет просто все забито. Здесь будут люди лежать друг на друге. Мы здесь видели, как все проходит. Или, не знаю. Ну как традиционно на российском побережье. Здесь тоже, кстати, готовят какие-то настилы. Видите? И мне кажется, что здесь скорее всего тоже сделают песок. Но мне не совсем понятно, почему беговой навес делают это низко. Головой можно побахнуться. Ха, интересно. Ну да ладно. Посмотрим, посмотрим, как здесь будет в мае первых числах, когда будут люди приезжать большими толпами. Вот просто посмотрите, какое большое количество людей. Уже приехало и уже загорает. Просто, да, через одного. Разветые люди. Ой, какой кайф. Слушайте, я вообще никогда не обращал внимания, как готовятся к сезону. А сейчас в блоге я это все обозреваю. Делюсь с вами этой информацией. И сам вообще кульфую от каждого процесса. Здесь, кстати, тоже такая будет зона черных настилов. Как на розахуторе, прям, кстати. Ой, какой кайф сегодня. Кстати, 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 я забыл сказать, что вот этот пляж бархатный сезон, он отличается еще от всех тем, что тут всегда в хорошую погоду можно увидеть дельфинов. Здесь порой такие большие стаи. Здесь еще, кстати, для рыбаков, может быть, кто-то переедет с удочкой, здесь очень много рыбаков рыбачат. Вот, видите, как, например, вот мужики стоят. Поэтому есть что, катайте удочку и рыбачьте. Здесь кафешки еще не функционируют. Они очень плотно подготовили. Здесь на днях все красили, выкрашивали. Охрану уже, вот видите, открыли свои кабинки. В смысле открыли свои кабинки? Эти кабинки вообще не было. Вот только ее установили. Здесь стояла вот тут большая кабинка. Смотрите, ее убрали. Ставит еще какую-то штуку. Я не понимаю, что это такое. Ну да ладно, потом посмотрим. И что-то все устанавливает. Здесь еще никак не могут избавиться от последствий штормов. Видите, вот эти все деревяшки набило с реки. С реки Псоу, которая дальше. Она находится на границе с Абхазией. А у нас, гляньте, какой открывается шикарный вид. Кто приедет в мае, вы застанете еще эти снежные шапки. Сможете пофотографироваться на этом пляже. Но локация здесь бомбическая вообще. Здесь, кстати, людей, ну не так, как на Магелане, потому что оттуда весь поток прям идет с Таврической улицы, да. Здесь нужно как-то все равно идти. Не каждый захочет тащиться в жру до этих пляжей. До этого пляжа, точнее. Но вид тут вообще огонь. Вообще бомба. Посмотрите, видно все в Абхазии, вот в ясную погоду. Вид нереальный. Вот эти первые дома, это Цандрипш. Дальше Гагра. Дальше, где вон те высотки, это Пицунда. Классно. В июне уже шапки будут без снега. Зрелище уже, конечно, будет не такое, как сейчас, как в мае. Но они вообще тают на глазах. То есть, буквально неделю назад, наверное, две недели назад, даже не так будет правильно сказать, верхушки были полностью в снегу. То есть, не было никаких вот этих зазоров земляных. А еще вот эти горы, еще чуть-чуть прям времени. Горы все вот эти распустятся, они станут зелененькие. И будет такая красотища. Набережная. Отличная часть, кстати, вот этой набережной, потому что тут нет вот этого бетонного заграждения, который идет вдоль тех пляжей. И можно действительно понормально будет сесть на лавочке и позалипать на море. Потому что на тех пляжах, где мы с вами начинали, там вот этот бетонный забор от волны. И за ним прям стоят лавочки. Че к чему, непонятно. Вот такой вот, ребята, у нас с вами пляж. Ну что, я вам показал пляжи. Давайте теперь я вам покажу набережную, кафешки, посмотрите, сколько здесь людей погнали. Итак, ребята, вот так вот ремонт уже выглядит сверху. Блин, парни молодцы. Отлично, что улучшают. Делают классную обстановку. Круто. Тут есть даринг. Там тоже сейчас проходят всякие разные работы. Возможно, откроется. Возможно, вы даже приедете, погуляете. Вот здесь стояла будка. А может быть, это эти будки сместились. Но как-то, по-моему, была квадратная. Видите, как-то рестораны в полном готове. Как говорится, все готовы, все уже на низком старте. Здесь собрались, ждут вашего приезда, когда вы приедете и будете отдыхать. Здесь, когда пошел только слух, что 1-го числа, 1-го мая откроется сезон. Здесь так все зашуршало. Здесь вот эти балки начали металлические привозить, красить. Настилы наконец-то появились. Стали трактора копать. То есть они там всю зиму что-то гальку навозили, что-то ровняли по 10 миллионов раз. А сейчас все прям сразу видно, что вот все улучшается. Здесь магазинчики пооткрывались. Вон люди намываются в витрины. Да, потому что это важно. И вот, кстати, начался бетонный забор. То есть все лапочки, которые дальше сейчас будут стоять, будет вид вот сюда, в этот бетон. Вот видите, женщина вот сидит на лапочке, и все, у нее вид в бетон. Да. Я, конечно, не совсем прочувствовал не сезон в Амеретинке, потому что в Амеретинке он и не заканчивался. Здесь 90% всего работало. Люди здесь всегда были. И я когда снимал выпуск, топ-5 мест, чтобы посмотреть бесплатно в Сочи, то Амеретинская набережная, она относится как раз в этот топ-5. Потому что здесь всегда классно, круто, многолюдно. Кайфово. Короче, кто будет, приезжайте. Здесь площадь и фонтан называется Дружба народов. Вот стоят скульптуры дельфинам, как знак, что здесь есть действительно есть всегда дельфины. Кстати, вот сейчас бибикал, я вам тоже предупрежу, вы когда приедете сюда будете ходить и дыхать, не затупливаете. Это касается и детей, и взрослых. Вот эту вот велодорожку, переходите очень аккуратно, убедитесь, что никого нету. Потому что одно дело, когда взрослый едет на самокатах, а тут гоняют дети, и просто, ну, мы насмотрелись этих аварий, которые попадаются, случаются, и поэтому вас предупреждаю. Ее переходят даже взрослые, просто не смотрят по сторонам. Обязательно смотрите. Вот видите, пронесся. Он даже не видел, что лежит вот этот лежачий полицейский. Подпрыгнул на нем. А подпрыгнуть на нем можно достаточно серьезно. Здесь есть детская площадка. Тоже неоднократно показывали. Это с детишками. Кто любит турнички, приходите. Это получается возле пляжа Бридж. Вот он, пляж Бридж. Давайте я покажу вам его немножко сверху. Вот, да? Мы тут с вами только что проходили. Работы, работы. Вот, здесь такая зеленая зона. Очень классная. Высадили деревья. Ну, недавно, конечно, высажены, просто они так подросли относительно 19-го года, когда мы здесь жили. Ой, кайфово. Что, друзья, мы с вами прошли вот такую зеленую зону в набережной и попадаем с вами в такую, я его называю, туристическую часть набережной, где кафе, магазинчики. Короче, это то место, где каждый турист, приезжий, отдыхающий, можно назвать как угодно, может оставить денежки. Из новшеств, кто здесь уже бывал, вот здесь раньше был сап, прокат сапбордов, вот, а теперь одежда. Ребят, подвинули и все. Теперь, короче, одежда. Здесь что-то должно еще открыться, пока тишина. Видите, как вот так укомплектовали носилами. Ну, а здесь, в принципе, все как было, такие есть. Единственное, что бар вот и не пытаются даже открыть, не знаю, будет он функционировать или не будет. Ресторан про рыбу. Наконец-то там появился народ. Обычно там никого нету, ну, в смысле, вот на терраске. Сейчас можно даже заметить, походу, полная посадка, да? Ну да. Вот тут детская площадка полностью с песка. Кто с детками, вот сюда приходите, сурф-кафе. Так, вот, открылся еще магазин Фамильный Лук. Типа, я не знаю, зачем эти магазины. Неужели кто-то приезжает на море и здесь затаривается шмотками. Это же не Турция. В 70 раз дороже. Доделывают уже пристройку второго этажа. Скоро все откроется. Класс. Тут все затонировали, значит, здесь будет устричный бар. Всю зиму проработал. У них, короче, дела хорошо. Бургер-клаб. Вот, выходной, светит солнце и всегда здесь можно по выходным видеть полную посадку. Так что на майские праздники движуху, кафешек будет точно огненная. Да, мы вот сейчас с вами подходим уже к Магеллану. Видите, вот там дальше людей очень много. Сейчас будем с вами прям протискиваться сквозь эти люди. Ну, это, конечно, классно. Да, здесь был сезон как раз в новогоднем празднике. Тоже у нас стояло очень тепло. Движ такой был, только все ходили с красными колпаками в ожидании нового года. Радовались, что они приехали на Новый год встречать, да, на море. А сейчас все довольны, что они приехали из каких-то холодненьких городов сюда, в Сочи. Здесь по-летнему, ну, единственное, контраст по одежде, да, кто как переносит тепло, кто-то в куртках, кто-то в шортах, кто-то загорает в купальниках, кто-то купается. Все по-разному. Очень много людей, даже уже сейчас. Посмотрите, сколько тут людей. И все, я даже сбавил шаг, потому что очень сложно проходить. Да. Вот тут мы с вами ходили, только мы шли в обратную сторону, да, на пляж я вам хотел показать. А сейчас мы двигаемся с вами по набережной. Да, людей очень много. Единственное, что не хватает почему-то сегодня этих чуваков с животными, шаншилками. Да, никогда не соглашайтесь сфотографироваться с этими бедными животными, учитывая, что попадете прям под какой-то мощнейший гипноз из вас содрут не одну тысячу за фотографию с одной шаншилкой, на голову посадят сову, потом под другую руку тут какую-нибудь крысу скажут, что фотография была за каждое животное. Вы оплатите и даже сами не поймете, как вы это сделали. Вот такой вот лайфхак. Ну что, ребята, у нас почти закат, я предлагаю все-таки скупнуться, хотя я и говорил, что я купаться не буду, но я встретил друга самбата, поэтому он меня уговорил на купание. Давайте занырнем. Вода холодная 12 градусов. Прям вот, прям заходим и выходим. А мне еще потом сохнуть, у нас нет полотенец. Блин, медузы, грязная вода. Отличная вода. Блядь, холодно, слышь? Давай. Раз. Да тут медузы. Давай, да нет, это не страшно медузы. Ладно. Фу, фу. Фу. Мы точно готовы? Да. Да? Да. Все, короче, мы быстро ныряем, быстро выходим. Все, с вас прям, с вас прям влайн. Артем, иди сядь, в кушать. Блядь, там дети говорят, вода лединичка. Вода лединичка. Все, давай. Раз. Два. Три. Погнали. Без стырбах и стюма ни о чем Холодные Холодные еще Зачем ты пришел? На самом деле обжигают хорошо, приятно Мне например не холодно было Да, да, ну да Вы видите, у нас даже уже подошла компания И значит нам нужно еще раз нанырнуть Ладно, пойдемте второй раз и все, мы ходим греться Ребята тоже заходят Все, давайте дальше продолжать Еще немножко вам покажу Пляжик один Это начинается отель Арфа И тут тоже, видите, делают теневой навес Только уже так, ну, медленно То есть там все готово А тут это не только начали Будут настильчики всякие разверные Завезли опять вот эту грязнющую гальку Либо они ее накопали просто Чтобы установить эти балки стеневого навеса Не знаю Ну и здесь, короче, вот такая вот атмосфера А тут уже начинается Магеллан Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился В комментариях кидайте Какому месту сделать обзор Какие пляжи показать Делайте такую наводочку Обязательно сгоняем Пока же май будет очень насыщен В плане путешествий Новых пляжей Буду максимально все показывать Чтобы вы выбрали, куда вам отправиться И ваш отпуск был кайфовый Подписывайся на канал Делайте репост данного видеоролика Помогите в продвижении канала Нас становится все больше и больше Лайком прикрепляйте Я всех обнял Пока Увидимся уже завтра в новом видеоролике Пока